Спартакиада взяла старт еще 9 января, не дожидая своего официального открытия. Предварительно уже прошли соревнования по настольному теннису, волейболу, плаванию, лыжным гонкам. В финале небольшой морозец не помешал спортсменам бороться за победу сразу в нескольких дисциплинах. И спортивные рекорды на время сменили рекорды производственные. Горняки стреляли из винтовки, толкали гирю, играли в футбол и перетягивали канат. Всегда, как говорится, спорт и труд вместе идут. Ну и коллектив, сплочение коллектива всегда идет, правильно? Все вместе играем, больше друг друга узнаем. Мы же не с одного участка все. То есть у нас есть представители, инженеры, технические работники и высшего звена, и низшего. То есть мы играем все вместе. На заключительном решающем этапе первыми на площадку спорткомплекса «Юность» вышли стрелки. Стрельба из пневматической винтовки стала очередным испытанием для спортсменов. В итоге третье место, набрав 165 очков, заняли представители управления по дегазации и утилизации метана. Ровно столько же очков выбила команда «Шахты Полысаевская». Но большее количество попаданий в девятки и десятки вывело ее на второе место. А победителями в командном зачете стали снайперы «Шахты Комсомолец». Их сумма – 184 очка. Впрочем, если в стрельбе нужно было проявить внимание и меткость, то на футбольном поле главные качества – скорость и сплоченность. Футбол – очень интересная игра. Командная, красивая. Спорт – это здоровье. Выносливость тренируют. Все равно «Шахта» – это тяжелая работа. Так что двудневный марафон футболистов обошелся без прошлогодней сенсации в виде победы команды «Удиум». В этот раз первенство команды «Шахты Комсомолец», серебро футболистов «Шахты» имени Рубана и бронза «Шахты» имени Кирова выглядят достаточно привычно. Это лидеры признанные, они как бы и в Сойке признанные лидеры. Это «Шахты Комсомолец», «Рубана», «Кирова». Из молодых энергоуправление подтянулось. То есть вообще не было команды. Люди сейчас занимаются, я знаю, в восьмой школе занимаются и на уровне стали. Ко всегда живой интерес вызвали у болельщиков и самих участников состязание гиревиков. Соревнования проводились в трех весовых категориях. В самой легкой, до 80 килограммов, вновь не было равных Александру Вереницкому из «Комсомолки». Он поднял полуторапудовую гирю 120 раз. Серебряный призер Станислав Таберт, шахта управления «Кочинская» с результатом 116 раз. По итогам все спартакиады наибольшее количество победных баллов собрали спортсмены «Шахты Комсомолец». Они стали лучшими в теннисе, канате, стрельбе, гиревом спорте, футболе и волейболе. Сборная «Шахты Рубана» взяла сразу четыре бронзы – волейболе, настольном теннисе, лыжной эстафете и футболе. Итог – заслуженное второе общекомандное место. Спортсмены «Шахты» имени Кирова, имея три бронзы и несколько четвертых мест в отдельных видах, прочно обосновались на третьем общекомандном месте. Продолжение следует...